Определение. Рассмотрим две функции f и g, которые из натуральных чисел действуют в положительные вещественные числа. Сейчас функции f и g нужно представлять себе как два времени работы алгоритмов, которые на входе n делают f от n шагов и g от n шагов. Мы будем говорить, что функция f растет не быстрее, чем функция g, и писать, что f от n есть o от g от n, или вот такое вот f меньше либо равно красивое, чем g, если найдется такая положительная константа c, для которой f от n меньше либо равно, чем c умножить на g от n при всех натуральных n. Другими словами, f от n не больше, чем g от n с точностью до некоторого положительного множителя. положительного. Вот простейший пример применения этого правила таков. Мы можем сказать, что 3n в квадрате плюс 5n плюс 2 – это o от n в квадрате. Чтобы найти соответствующую константу c, давайте просто заменим в каждом маноме в этом многочлене, ну вот n заменим на n в квадрате и 2 заменим на 2n в квадрате. Получится, что 3n в квадрате плюс 5n плюс 2 – это, конечно же, меньше либо равно, чем 3n в квадрате плюс 5n в квадрате плюс 2n в квадрате при натуральных n, а это в свою очередь меньше, а это в свою очередь равно 10n в квадрате. Итого мы доказали, что 3n в квадрате плюс 5n плюс 2 всегда меньше либо равно, чем 10n в квадрате. Почему нам хочется вот действительно забывать про эти множители, про эти слагаемые 5n и 2 И сказать просто, что упростить ситуацию и сказать, что 3n в квадрате плюс 5n плюс 2 это o большое от n в квадрате Ну, во-первых, потому что действительно при больших n, 3n в квадрате плюс 5n плюс 2 и n в квадрате Действительно стремится к тройке, ну, то есть 3n в квадрате плюс 5n плюс 2 при больших n ведет себя как 3n в квадрате Все равно, тем не менее, непонятно, почему же мы хотим 3n в квадрате плюс 5n плюс 2 заменить не на 3n в квадрате, а на n в квадрате То есть, все равно 3n в квадрате плюс 5n плюс 2 это все время хотя бы в 3 раза медленнее, чем n в квадрате В то же время давайте вспомним, что мы хотели получать оценки, которые не зависят от машины, на которой запускается наш алгоритм. Мы все равно не знаем, за какое константное время выполняются базовые операции, поэтому в любом случае мы не сможем сказать, что вот этот алгоритм отработает за 3 секунды, например, поскольку это все равно зависит от машины. За то, что мы можем сказать, например, что время работы 3n в квадрате плюс 5n плюс 2, оно растет, оно при больших n ведет себя так же, как и 3n в квадрате. А это, в свою очередь, означает, что, например, если у нас наш алгоритм работает при каком-то n примерно секунду, после чего n мы умиличим вдвое, то мы знаем, что время работы увеличится в 4 раза примерно, поскольку скорость роста нашего алгоритма квадратичная. Соответственно, работать будет примерно 4 секунды. То есть вот об этом у большое нам и говорит. Давайте чуть подробнее еще раз обсудим преимущества используемого обозначения, то есть о символике. Итак, преимущества о символике такие. Во-первых, оно характеризует именно зависимость времени работы от размера входных данных. Это то, что я уже сказал. Говоря, что время работы алгоритма квадратична, мы сообщаем пользователю нашей программы следующее. Если на твоем компьютере программа работает, например, при n равном 100 за секунду, тогда при n равном 200 она будет работать примерно за 4 секунды, поскольку при увеличении n в 2 раза время увеличивается в 4 раза. Приятно использовать его большое, а также потому, что нам не хотелось бы таскать за собой вот эти все 5n плюс 2, еще и тройку при n в квадрате, поскольку это слишком длинно. А мы вместо этого пишем u от n в квадрате, и это гораздо проще. Это уже несет в себе довольно много информации, а тем не менее вот эти вот несущественные 5n плюс 2 множители, которые при больших n все равно забьются вот этим 3n в квадрате, и несущественную тройку мы про них забываем. Как мы и хотели, u предоставляет нам упрощенный способ оценивать время работы алгоритмов. Мы не думаем, сколько займет каждая базовая операция. Мы знаем, что она займет какую-то константу, и эта константа там и спрятана в о большом. И это действительно не зависит от машины, на которой запускается наш алгоритм. Теперь про недостатки. Недостатки здесь, в общем-то, повторяют слегка те преимущества, которые мы упомянули в начале. Вот мы сказали, что хорошо использовать u от n в квадрате вместо 3n в квадрате. С одной стороны хорошо, а с другой стороны будет совсем неправда, и сказать, что никого на практике не интересует, работает алгоритм n в квадрате или 3n в квадрате. Конечно же, интересует. Конечно, алгоритм, который работает n в квадрате, он вообще-то в 3 раза быстрее, чем 3n в квадрате. Соответственно, то, что o большое это скрывает, к сожалению, это такой вот важный недостаток этого обозначения. Но, тем не менее, мы не сможем все равно за всеми константами уследить, и наша задача в этом курсе будет сначала придумать, например, алгоритм, который работает n в квадрате, а потом улучшить его до алгоритма, который работает n в лог n. То есть это просто асимпатически будет быстрее. Также o символика говорит только про скорость роста. То есть мы будем про наши алгоритмы только сообщать, что время работы растет квадратично, например. Ну, во-первых, да, мы будем скрывать константы, а во-вторых, возможно, там не просто n в квадрате стоит, а n в квадрате плюс еще какой-нибудь там 250n плюс 100 миллионов, например, которые успешно съедятся под этот, под O большой, но на практике они могут оказаться вообще-то довольно важными. Продолжение следует...